я эту машину на авито видел и эту и эту у нас самый большой выбор машин в россии выбирать автомобили на авито итак друзья мы с вами снова находимся на дмитровском автополигоне где в самом разгаре наши ускоренные ресурсные испытания которые за несколько месяцев работы позволит нам сымитировать 100 тысячный пробег автомобилей в обычных условиях эксплуатации напомню наши герои это два кроссовера который мы нашли купили через сайт авито авто один из них это новенький был новенький конечно уже теперь не новенький хавейл джиолион а второй мерседес джи эль и который еще до наших ускоренных ресурсных испытаний уже прошел некое их подобие в каршеринге начало нашего сериала вы можете посмотреть здесь а прочесть в журнале авторевью по этой ссылке и неспроста мы начали наш рассказ возле открытой двери багажника хавейла потому что китайский кроссовер у нас потихонечку сам разбирается например загрохотал на неровности примерно вот с таким звуком замок багажника мы сначала не поняли что это он но потом нашли источника звуков и оказалось что один болт у него держался еле-еле а второй болт отсутствовал правда мы нашли беглеца где-то там за обшивкой багажника сейчас мы его вернем на место есть свои беглецы и в салоне сейчас покажу на одной из неровностей вывалился из своего гнезда и вот так вот повис на проводе блок эры глонас так мы сейчас тоже поставим на место сами надеюсь больше не вывалится ну и и в остальном есть небольшие здесь такие моменты например на кочках может сам собой опуститься рычажок да у них такая не мега сильные фиксации или там сработать фиксатор ремня безопасности да и подтянуть тебя сильнее есть такие маленькие моментики в этом автомобиле именно вот при прохождении неровности серьезных еще где-то на дороге остался лежать болтик крепления переднего тормозного шланга к левой стойке подвески ну а самое шокирующее событие произошло буквально накануне нашей съемки посмотрите у хауэла нет доброй части да что там доброй части половины заднего бампера как это случилось и по какой причине мы с этим еще разберемся расскажу обязательно в следующий раз партнеры ресурсного теста сервис объявления продажи автомобилей авитоавто немецкий шинный бренд континенталь производители смазочных материалов с кизик известный поставщик автокомпонентов и запчастей bosch о том как ведет себя на дорогах mercedes я уже рассказывал в прошлом ролике а сегодня несколько слов про хавейл и начну я пожалуй с похвалы мне нравится здесь передние сиденья и когда проводишь многие часы за рулем как мы это делаем во время ускоренных ресурсных испытаний ежедневно это важно но опять же поругаю за очень хиленькую такую маленькую регулировку руля вверх-вниз он регулируется едва по вы по вылиту не регулируется совсем поэтому удобной посадки к сожалению не получается приходится сидеть с вытянутыми руками плечи со временем устают еще один не очень удачный момент это шайба селектор выбора передач у нее нет ограничителей хода и прежде чем попасть нужную передачу и можно крутить бесконечно вылавливая по индикатору тот режим который нам нужен так вроде бы попали в драйв поехали чудноватый у хавейла и характер динамики такое ощущение что он философски созерцает жизнь и с рождения никуда не торопится даже в режиме спорт который кстати включается довольно муторно через экран вот я сейчас вы включаю нужно сначала зайти в одно меню выбрать режим спорт да так вот даже в режиме спорт переключение подчеркнуто неспешно коробка не торопится переключаться а в пробочных упражнениях когда есть необходимость в достаточно частой смене передач робот бывает зависает на одной передаче не желаясь переключаться дальше иногда наоборот не в попад втыкает следующий ну не езда сплошной дергание а если этот процесс происходит на подъемах то иногда сопровождается и запахом поджаренных сцеплений если же вернуть обратно стандартный режим и попробовать ускориться с места то начало движения предшествует практически театральная пауза не очень удобно управлять такой динамикой неудивительно что вместо паспортного разгона за 9,8 секунд этот процесс на хавеле занимает на секунду а то и на две дольше ну а удивительно то что максимальную скорость паспортную хавел даже вот видите что происходит коробка взяла подоткнула нам пониженную передачу непонятно зачем я ехал довольно ровно да так вот при замерах максимальной скорости вместо паспортных 185 километров в час мы получили 187 даже с хвостиком этот рекорд для хавела пожалуй единственный в динамике за что я его похвалю при этом в расходе топлива хавел себе не отказывает средний расход более 17 литров на 100 километров тогда как мерседес укладывается меньше чем в 15 литров кстати не удивляйтесь в целом таким высоким цифрам они говорят лишь об интенсивности наших ускоренных ресурсных испытаний например при максимальной скорости расход хавела достигает почти 30 литров на 100 километров то есть заправил 50 литровый бак проехал час небольшие ну полтора от силы и снова на заправку а еще удивляет поведение хавела при экстренном торможении педаль уходит все глубже но характерного стрекутой вот этой отдачи толчков от бс не чувствуется хотя по факту она работает но нет ощущения работы тормозов на грани блокировки колес это дезориентирует конечно на булыжной дороге хавел поначалу кажется комфортнее чем мерседес более мягкие менее тряски но есть один нюанс по мере прогрева амортизатора заметно меняет свои характеристики размягчается подвеска становится менее собранной хотя она изначально конечно не монолитная но она начинает чаще замыкаться на отбойники допускает пробои в тех местах где мерседес едет без проблем с той же скоростью и однажды это привело к серьезным неприятностям очередной клевок на раскачке выступающий больше других камень на дороге и скользящий удар картером коробки передач трещина но не было бы счастье да несчастье помогло для ремонта корпуса коробки нам пришлось ее разобрать и это дало нам возможность получше познакомиться с ее устройством наш Хавейл Джолион оборудован семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями для нас этот агрегат новый незнакомый но он был полностью разработан в Китае под руководством немца процессом руководил герхард хенинг который порядка 14 лет проработал в трансмиссионном отделе компании volkswagen поэтому схожесть с немецкими роботизированными коробками нас очень интересует для того чтобы покопаться в жилетках и попытаться ответить на интересующие нас вопросы мы приехали сюда к нашим друзьям в автосервис ваш сто который не понаслышке знает многое о конструкциях немецких роботов наша китайская коробка уже разобрана мы уже немножко начинаем понимать ее устройство и детали и сейчас мы вам по порядку постараемся все по полочкам здесь разложить собрана коробка достаточно аккуратно по крайней мере по ходу ее разборки у нас особых претензий не возникло есть небольшие вопросы к отливке корпуса посмотрите здесь можно увидеть небольшое пузырение где-то наслоение металла вот такие вот неровности но как говорят специалисты это не является ни производственным браком не нарушением технологии это вполне нормально концептуально китайская коробка очень схожа конечно с немецкими но имеется одно немаловажное отличие по редукторной части если в коробке dq500 у немцев использованы радиально упорные конические подшипники которые предполагают преднатяг валов и довольно ну скажем так не полезные воздействия по мере накопления пробега на корпус вот эти места они со временем изнашивается то китайцы пошли по другому пути они использовали те же конструктивные решения которые немцы только-только применили в своей новейшей серии коробок dq 381 здесь использованы радиальные подшипники роликовые и шариковые они с одной стороны предполагает конечно меньше механические потери но с другой более требовательны как качеству своего изготовления так и к системе смазки чтобы была хорошая смазка и был небольшой износ насколько все это реализовано хорошо в китайской коробке мы узнаем только накопив наш ресурсный пробег вот например вилки переключения передач если мы посмотрим деталь от немецкой коробки то увидим что наконечник имеет достаточно сложную конструкцию с подвижными деталями с шариками у китайской же коробки все проще здесь просто стоит монолитная пластиковая деталь неподвижная которые входят вот свои направляющие хорошо это плохо время конечно покажет но упрощение конструкции по сравнению с немецкой на лицо то же самое и вот эти участки здесь китайцы применили пластик тогда как у немецкой детали антифрикционное и противоизносное молебденовое напыление еще один момент если немецкая вилка выполнена из стали она довольно массивная тяжелая то китайская алюминиевая и намного более легковесная то есть облегчение конструкции прям явное схожие конструктивное решение с пластиковыми направляющими вилок у немцев есть другой коробки с сухими сцеплениями dq200 но здесь вилки ходят просто по алюминиевому корпусу вот смотрите вот так вот то есть со временем жесткий производственный пластик неизбежно сделает в корпусе выработку китайцы же пошли по-другому и в принципе более грамотному пути они места перемещения завтулили это стальные втулки которые явно не будут изнашиваться с блоком мехатроники вообще все просто модуль имеет маркировку bork warner это готовый уже модуль и к разработке в китае он в принципе не имеет никакого отношения и того китайский робот не является копией немецкого но параллели в конструкции и какие-то мотивы конечно прослеживаются насколько китайские решения окажутся долгоиграющими ремонтопригодными и в целом ресурсными мы и расскажем о окончании наших ускоренных ресурсных испытаний в итоге корпус коробки мы заварили а у нашего хавейла появился новый элемент мы установили стальную защиту моторного отсека снизу и она уже нам пригодилась это видно по отметинам на этой защите поэтому для хавейла такой элемент вещь необходимая и мы советуем его устанавливать и другим владельцам но вернемся к передним амортизатором через 1800 зачетных километров из которых 300 пришлось на булыжную дорогу правая передняя стойка покинула этот мир быстро и зрелищно она загрохотала зашатался шток внутри рассыпались потроха она улила просто все своим маслом и арку и подвеску мгновенная смерть новые амортизаторы можно было заказать только у дилера и ждали мы их целый месяц зато получив стали меньше удивляться их цене в 19 тысяч 500 рублей за каждый потому что вместе с амортизатором мы получили и пружину подвески и опору стойки впрочем пружины подвески нам неожиданно пригодились потому что за 4000 километров передние пружины на хавейле просели более чем на сантиметр и клиренс до картера силовых агрегатов осталось и менее 16 сантиметров маловато конечно в общем обе передние стойки мы заменили в сборе осанка хавейла исправилась ну а лево амортизатор даром что не потек все равно стал заметно слабее гасить колебания но он явно нуждался в замене тоже а вот передние тормозные колодки и строю вышли дружно но уж очень рано при пробеге всего 2600 километров что быстро даже с учетом сложности и высоких нагрузок наших испытаний не оригинальных не нашлось пришлось тоже покупать у дилера причем по достаточно высокой цене 10100 рублей за комплект материал колодок вызывает кстати вопросы он буквально крошится под руками пожилой мерседес в отличие от новенького хавейла сам разбираться пока не начал хотя на пробеге 6800 километров тоже отметился курьезной неисправностью на кочках стал как-то по-новому грохотать салон и мы обнаружили вот такую штуку у полки багажника оторвался упор держится он только на колею но явно ненадежные соединения а еще у мерседеса тоже потребовали внимание амортизаторы правда в его случае задние у левого периодически смещался сталин блок мы запрессовывали его пару раз а к пробегу около 7000 километров этот же левый достаточно быстро вытек правый был тоже на подходе заменили оба и характер мерседеса собранный характер восстановился с ценами на запчасти мерседес кстати тоже не демпингует пара оригинальных амортизаторов обошлась на в 32 тысячи 800 рублей а следом за ними потребовалась замена задней опоры силового агрегата и вот это достаточно простенько с виду штуковина а заменили мы ее по причине надорванности резинового элемента обошлась в девять с половиной тысяч рублей ну а в целом мерседес пока проходит дистанцию быстрее чем хвл однако думаю самое интересное еще впереди потому что нас ждет большая часть дистанции ускоренных ресурсных испытаний читайте о них в авторевью и не забывайте подписываться на наш канал